Вот так у нас наступает самый лучший период времени. Весенний сезон. Время, когда детям надо дарить обязательно игрушки. Потому что только, пожалуй, в одной единственной стране, тогда, когда на улице очень холодно, детям что-то дарится. К примеру, 23 февраля и 8 марта. Мы приехали сюда, на улицу вокзальную. Не помню, как это дело называется. Тут сложно все сказать. То есть едем по вокзальной, доезжаем до нашего любимого поворота, поворачиваем направо и здесь третий поворот направо. Для того, чтобы вашему ребенку купить очень много чего-то. А за какую сумму? Вот за эту сумму сюда и приехали. То есть показать вам, сколько реально человеку можно подарить от суммы 1000 рублей до, к примеру, 5000. А все это сделать из детишков мелких, детишков продвинутых. Ну вот, к примеру, как мелкопотама очень быстро напиндорить на подвиги мощняцкие. Да все еще проще. Я тут много внимания уделяю тем детяткам, которые в малые годы мозгов больше демонстрируют и соображают быстрее. И это правильное решение, которое легко находится здесь. Интересное это условие, да, после того, как у тебя хлопнул небольшой кризис, в смысле сердце начало прыгать туда-сюда, вот, прийти и попытаться себя немножко ограничить в количестве игрушек. Я специально сегодня не сказал вам, что я сегодня буду натариваться на самое крутое количество денег. Потому как, ну, во-первых, если честно, то у меня квартира, это ровный слой игрушек. Мне как-то не сильно хочется, чтобы там было два слоя игрушек, поэтому я голову включил и потихонечку, абсолютно легко и просто, для ребеночка набрал 100 рублей. Вот такой глобальный ассортимент военной техники. Так, потом моему любимому ребенку за 20 рублей, 20 рублей я купил ему лопаточку, чтобы он дома там или на улице что-то билибердил. Вот, и еще за небольшую сумму, ну, не большую, чем на 10 рублей, за 30 рублей, я купил ему кружечки грушечные. Так, и еще на... Так, это сколько у нас получилось? 50-50? Ну, короче, где-то все здесь, вот это все, немножечко, это 300 рублей. То есть легко пришли, посмотрели, купили и пошли дальше, потому что это только начало. Кстати, из тех, кого пропустил. В большинствах количествах мысли в умные истекают из тех, кому чуть больше двух. Ну, а для того, чтобы что-то купить хорошее для ребенка, необходимо сюда зайти. Это левое подразделение, оно чисто рассчитано на девочек. Знаете, я сегодня здесь вот опять три раза проходил. Она же тема-то какая, за копейки купить, понимаете? Но этого не заметил. Вот он, супруга говорит, да ты зайди вот сюда, посмотри. Вот, вот, хорошая, нормальная куколка. Цена вопроса 120 рублей. Так, к слову о том, что, собственно говоря, купить-то есть на все. На весь кошелек. Надо просто голову включать и не покупать то, что вам не требуется. Хотя, в принципе, ну, в принципе-то ребенок должен же знать, когда он появился и для чего мы его завели. Вот такой вариантик. Он чуть-чуть подороже, но... В общем, в отношении к игрушкам, которые мы для мальчиков купили, и которые для девочек и для всей семьи, здесь чуть-чуть-чуть-чуть-чуть я перетащился на 200 рублей. Буквально. Потому что, ну, можно было девочку взять, я вот решил всю семью взять. Ничего, пускай разбирается. С другой стороны, а почему бы и нет? Ребенок же должен понимать, для чего он на свет появился. Ну, не верите, просто с мозговеночком придите. Он вам в полминуты объяснит. Делка проверенная. Вообще-то, это третья пирамида в моей семье. Дело в том, что я у своего ребенка спрашиваю, сына, вот когда я тебе что-нибудь следующее куплю, что ты хочешь? Эта пирамида был его молчаливый ответ. То есть, он сказал, я хочу побольше, я хочу покрупнее, я хочу вот такое. Да на здоровье, боже мой. И в этом отделе развивающей техники, в отличие от большого количества автоматов, пулеметов и всего остального, я ему взял обыкновенную игру. Пускай еще поковыряют. С другой стороны, ему всего два года. Куда я его тороплю-то, а? На лоб мы прошли, в общем-то, самые интересные моменты, в которых вам необходимо затариться. Но самое главное, это все-таки это синтезатор купить. Дело в том, что своему ребенку я купил синтезатор, когда ему еще года не было. И вот ему уже два года практически, да, и он себе постоянно говорит, папа, достань мне синтезатор, я себе там что-нибудь помурлычу. Еще раз объясняю, здесь синтезаторы, как и все вот эти электрические штуки, они такие дорогие, придет там тысячу рублей, это максимум. Можно дешевле купить, в принципе, там есть такие вещи, на которых можно спокойно играть. А теперь маленький такой нюанс. Дело в том, что я передачи свои отправляю на YouTube. И вот там страничка такая, вот там люди воровством занимаются, и вот они всегда пасут. Где же я сюжет-то озвучил? Ну и, естественно, некоторые сюжеты мне пришлось озвучить из других передач, благо опыт моей работы – это уже 20 лет. Вот, теперь я скажу, что дети обязательно надо выучить музыку, и тогда все у вас будет ништяк. Сегодня будет все очень просто. Дело в том, что я бы мог, конечно, побродить и узнавать у людей. Что же вы здесь забыли-то в пятницу, в четвертом часу вечера? Однако народ здесь очень приличный, потому что люди понимают, что именно в Орионе всегда себе все найдешь. В итоге я сегодня попробовал паковаться до 3000 рублей. В принципе, дело-то удалось. Но особенно вот это понравилось место, где в действительности представлены вещи, которые, извините, вам придется и покрасить, и сочинить. Дело в том, что вот это все трафаретное, вот, все здесь есть. Также есть куклы, у которых есть и голова, и руки, и ноги, и рот, и все остальное. Вот, кроме всего прочего, есть, естественно, любимые еще и багзы. То есть, все, что вы хотели где-то купить, все здесь есть. Только цена вопроса не 5000 рублей, а 1000 рублей. В некоторых случаях и дешевле. Надо подумать, куда приехать-то. Я бы все-таки рекомендовал в Орион заехать. И вот еще раз вам продемонстрирую то, что я сегодня захотел купить. Дело в том, что сильно постарались, хотя не сильно и старались. Просто надо было выкинуть из головы то, что в хозяйстве уже более чем предостаточно не купить себе. Нормальные, хорошие штучки. Ну, и то, что меня абсолютно радует, так это машины. Дело в том, что везде и всюду уже есть очень много машинок. Разных, разнообразных. Вот я привык подходить и выбирать. То, что мне нравится. Вот, к примеру, Феррари возьму красную. Денег тут немного потрачу абсолютно. Так, что еще хотел посмотреть? Так, это у нас есть машинка. Вот, у нас Мазда нету. 150 рублей. Бешеные цены, конечно, просто катастрофа. Так, что у меня еще нету? Так, вот у меня нету, я думал, что у меня нету. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А, вот такой машинки у меня точно нету. Мелость себе приятна, да? Когда в конце покупок просто подходишь, по себе затариваешь, все, что хочешь. Это не удовольствие, а? В центре города. В смысле, не в центре города, в центре деловой части города. Потому что все остальное деловой частью города назвать не получается. Сюда приехал. Еще раз показываю. Сумма 3,5 тысячи рублей. Кстати, из тех, кто как, типа, самый умный человек. Я лично над ребенком не экспериментирую. У меня лично ребенок и уже тайный ребенок, в общем. Мы вместе ковыряем, придумываем и исследуем. И вы знаете, поняв, что до 4 лет там можно что-то сделать, позже радости больше от понятия того, кто с мозгами. Ну и, естественно, где вы сможете в этом легко определиться, а? 80% того, что здесь, это все дешевле, чем 100 рублей. Вот так вот. Просто взяли, приехали в Орион, не спеша побродили. Подумали о том, что, ну, не все же вам машинами тарить-то пластиковыми, электрическими, хотя они здесь самые дешевые. Причем они дешевле, чем в других местах города в 5, в некоторых случаях и в 10 раз. Вот, но их тут хорошо разбирают, а мы для другого. Мы вам показываем, что здесь можно взять за весьма скромные суммы. При этом обратите внимание, что все это очень-очень-очень немаленьких размеров и прослужит очень долго. Так что подумайте, прежде чем где-то еще и деньги тратить, потому что в Орионе в 3, в 5, а может быть в 10 раз дешевле.